Уборка снега и мусора, обрезка и снос деревьев, ремонт тротуаров и установка малых архитектурных форм. Все эти действия отныне будут регламентироваться новым законом о перераспределении полномочий по утверждению правил благоустройства. Мы в своей работе изучили, переработали и включили в наши правила тот очень неплохой опыт, который был наработан в других регионах, в частности в Москве, в Самаре, в Белгороде и очень хорошее правило в Свердловске. Я думаю, что данные правила будут тем инструментом, который позволит нам действительно эффективно работать. Так, например, установлена периодичность работ по уборке территорий в зависимости от сезона и времени суток. Убирать автомагистрали теперь необходимо только в ночное время, а в случае чрезвычайных ситуаций – круглосуточно. Продолжится работа и по ликвидации вывесок с исторических зданий в центральной части города. У нас фасады у коммерческих объектов, они очень часто просто заклеены оляпистыми вывесками, рекламой и всем остальным. Вот мы, начиная с 2015 года, я вот общался с представителями очень крупных торговых сетей, это «Пятерочка», и «Перекресток», и «Гулливер», мы все-таки наконец-то пришли к пониманию о том, что фасады должны быть прозрачными, стеклянными. И эта работа началась в прошлом году, в этом году она продолжается. Ну а пока областной центр полным ходом готовится к предстоящему Дню России. Во всех районах города устанавливают малые архитектурные формы и высаживают цветы. Дарья Сударева, Даниил Сурков, Новости Ульянской правды.